Лучший способ увидеть достопримечательности вблизи – прогулка по городу пешком. Чтобы ваше путешествие получилось незабываемым, ниже приведены всевозможные варианты пеших прогул по Санкт-Петербургу, большинство из которых представляют собой кладезь культурного наследия страны. В хорошую погоду неторопливая прогулка по Питеру позволит увидеть уникальные сооружения, познакомиться с культурой города и сделать хорошие снимки. Ниже приведен ряд самых популярных пеших прогулок по СПБ, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. Прогулка по Невскому проспекту. Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» расположены в центральной части города, откуда можно начать свое первое знакомство с Петербургом. С этого места можно начать прогулку по Невскому проспекту. Это центральная улица города с очень богатым историческим прошлым. Буквально на каждом шагу вам будут встречаться исторические здания царского периода России, парадные, арки, уникальные архитектурные сооружения. Это словно окунуться в уроки по истории России. Эта улица всегда оживленная, встретится множество художников, музыкантов, бизнесменов в костюмах, местных жителей, отдыхающих. Ваш маршрут будет начинаться от Казанского собора по направлению к Дворцовой площади. Казанский собор – громадное монументальное здание, захватывающее воображение своей уникальной архитектурой. Перед собором находится красиво ухоженный сквер, позволяющий сделать красивые фотографии на фоне здания. Самый лучший книжный магазин города находится напротив этого здания, в не менее красивом здании, принадлежавшей ранее компании «Зингер». Здание украшено огромным стеклянным глобусом, который поддерживают херувианские фигуры. Над книжным магазином находится кафе, с видом на Невский проспект, где можно отдохнуть и проникнуться атмосферой города. Далее будет зеленый мост, по которому желательно перейти на другую сторону улицы, и Строгановский дворец, принадлежавший влиятельной семье Строгановых. Также на вашем пути возникнет не менее примечательное здание Центрального агентства воздушных сообщений. После того, как перейдете по мосту, окажетесь на правой стороне проспекта, продолжая прогулку, за углом последнего дома вам откроется вид на Дворцовую площадь. Площадь покажется огромной, после переполненных и оживленных тротуаров Невского проспекта. Дворцовая площадь. Зимний дворец, расположенный на Дворцовой площади, вероятно, самое посещаемое туристами место в культурной столице. Живописный зимний дворец в стиле барокко, построен в 1754-62 годах. Расположен на северной стороне площади. Если совершается прогулка по Петербургу, обязательно стоит посетить и это место. Взору туристов откроется и знаменитый государственный эрмитаж, который хранит столетиями около трех миллионов предметов искусства. Помимо творений русской культуры, в галерее имеется одна из самых богатых коллекций западноевропейской живописи со времен Средневековья, а также многие шедевры итальянских и барочных художников эпохи Возрождения. Адмиралтейская набережная. Выйти на эту набережную можно обогнув здание Зимнего дворца с любой стороны. Это совсем небольшая улица, ее протяженность занимает всего лишь около 400 метров. Усыпанная цветами в летнее время, набережная удивит не только скульптурами львов на берегах реки Невы, памятником Петру Первому, но и интересным зрелищем, за которым можно наблюдать с магистрали «разведение мостов». Финский залив – место для любителей морской тематики. В черте города есть множество мест, откуда можно полюбоваться живописным видом на Финский залив. Одним из самых популярных мест является парк «Трехсотлетие». В окрестностях парка можно поесть в ресторане, прогуляться по парку вдоль реки, наблюдая за теплоходами и катерами. По пути в парк справка. Удивительно, но эта площадь в два раза больше Красной площади, расположенной в Москве. Можно увидеть городской речной канал. Также невозможно не заметить множество баров, таверны клубов с хорошим сервисом обслуживания. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга интересны будут пешие экскурсии с гидом. Выделяются прогулки с особой атмосферой, такие как «экскурсии по Васильевскому острову». Самый знаменитый из островов Петербурга, образовался на развилке реки Невы. Прогулка по Васильевскому острову в общей состоит из маршрута протяженностью в пяти километрах. Можно получить возможность пройтись по старинному Андреевскому рынку, посетить музей Троекурова, познакомиться с архитектурой Андреевского собора. Экскурсия по Эрмитажу. Увидеть роскошную коллекцию культурного наследия Санкт-Петербурга за один раз практически невозможно, да и без карты не обойтись, так как галерея состоит из миллионов экземпляров искусства. Каждая картина имеет свою богатую историю, холы и помещения Эрмитажа выполнены в самых разных стилях. Чтобы познакомиться и более подробно узнать о полотнах, наиболее удобно отправиться на прогулку по Эрмитажу с экскурсоводом. Присоединиться к экскурсии можно прямо в самом здании, купив услугу вместе с билетами. В музее предлагают множество экскурсий, расписание которых можно увидеть на официальном сайте Эрмитажа. Прогулки по Петербургу с экскурсоводом. Наиболее распространенным с увлекательной схемой маршрута, предлагаемой турфирмами, является проход по Александровскому саду, знакомство с Дворцовой площадью, затем проход через Большую конюшенную улицу, с остановкой у конюшенной площади, финишируя в не менее привлекательном месте Спаси на Крови. Еще одним оригинальным туром является посещение дворцов и особняков города. Прогулка осуществляется по уникальным местам, включая ознакомление с историей России, укладом и бытом дворцовой культуры, а также пешая прогулка позволит насладиться интересными интерьерами города Петербурга. Авторские экскурсии. В Петербурге проживает много творческих и любящих свой город, людей. Можно взять индивидуального экскурсовода, с его авторским маршрутом, целью которого является влюбить приезжих в город Петербург. Профессиональные историки, художники, архитекторы владеют уникальной информацией об этом городе. Существует множество сайтов на тему пешеходной экскурсии по СПБ, где можно найти для себя подходящего гида. Васильевский остров входит в исторический центр Санкт-Петербурга. Южная набережная острова давно привлекает туристов своими старыми красивыми зданиями, некоторые из которых относятся к 18 веку. Прогулки по дворам и парадным. Наиболее хорошее описание дворов и местных окрестностей передаются практически во всех произведениях ФМ Достоевского. Этот мир узких улиц, темных переулков, запаха сырости, преобладание темных цветов, тарахтение трамвайчика постепенно уходит, на смену приходят новые высокие яркие здания. Успейте окунуться в уходящую эпоху и приблизиться к ощущениям классиков и поэтов, оставивших след в литературе именно с таким петербургским оттенком. Прогулки по крышам Петербурга с экскурсоводом оставят романтические впечатления в памяти на всю жизнь. Экскурсионные маршруты, очень интересны, так как гиды имеют ключи от выходов на крыши с прекрасными видами на город. Мистический Петербург. Существует ряд экскурсий именно с таким названием, проводит гостей по самым необычным и загадочным местам города. Для любителей загадочности и мистицизма. Обратите внимание, туристам предлагается множество экскурсий по Васильевскому острову, которые рассчитаны на длительные прогулки. Днем, в самых туристических местах Петербурга, в особенности в теплое время года, может быть очень людно. Для любителей безлюдных, уникальных и не всем известных мест подойдут романтические экскурсии по Санкт-Петербургу самостоятельно. Прогулки по Оке на теплоходе из Серпухова можно посетить улицу, которой нет ни на одной карте Петербурга, и где располагается всего один дом. Не каждый пешеход знает об ее существовании. Символические места города, где даже местные жители загадывают желания. Места для фотосессии, дворы, парадные, оформленные в неформальном для города стиле, будут отличным времяпровождением в светлый день. Дворы, в которых родились и выросли поэты и писатели. Например, можно посетить двор Довлатова, и посмотреть, каким маршрутом он добирался до школы. Мальчик ходил в школу, переходя по крышам зданий. Обратите внимание. Ночная жизнь Петербурга отличается от дневной тем, что на улицах можно встретить большее количество музыкантов, поэтов и даже писателей. Город освещен огнями и всецело проникнут романтизмом. Вот несколько идей мест, которые можно посетить в Петербурге ночью, посмотреть на разводящиеся мосты. Место, где пары признаются друг другу в любви. Прогулка по клубам и барам. Если есть желание проникнуться атмосферой, кабаков, веселье и предаться петербуржскому философствованию, это здесь не составит труда. После веселья можно встретить утренний рассвет. Ночные прогулки на теплоходе по Неве, развод мостов, изучить город с душевной его стороны помогут интересные маршруты по храмам, церквям и соборам. Прогулка по храмам города. Красоту церквей, храмов и соборов невозможно передать словами, ее можно только почувствовать. Начнем наш путь с Казанского собора, куда можно добраться со стакана. Гостиный двор. Собор действующий и открыт для посещения туристами, поэтому можно смело заходить. Отсюда можно следовать дальше до храма Спаса на Крови, ансамбля Смольного собора и до метро, площадь Александра Невского. Это один из вариантов интересной и живописной экскурсии для пешехода как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Если хочется окунуться в атмосферу Советского Союза, то во время экскурсии по Питеру самостоятельно можно посетить еще до сих пор сохранившиеся кафе и столовые, не изменявшие кухню и интерьер, сервис обслуживания с тех самых времен. Обратите внимание, посещая Питер, нельзя упускать уникальные возможности посмотреть как можно больше культурных достопримечательностей. Музей под открытым небом – это высший класс. На портале «Занимательный Петербург» представлен интересный маршрут, с уже приложенными схемами прогулки и временем. Это очень занимательная экскурсия, охватывает целый ряд музеев и достопримечательностей города. В экскурсию входит дом книги, эрмитаж, музеи, соборы и парки. Обилие культурного наследия под открытым небом, действительно напоминает не город, а музей. Подводя итоги, можно сказать, что лучший вариант при посещении Питера – приобретение путеводителя для туриста с маршрутами и достопримечательностями. Петербург насыщен уникальными достопримечательностями, интересными местами, это не только серые будни, которые так сильно ассоциируются у большинства с этим городом. Это город любви.